Всем салют, вот знаете, вроде следишь за НХЛ столько лет, но ни в один год не можешь даже процентов там на 30-40 быть уверенным в чем-то чемпионстве, даже перед стартом плей-офф. Но в этом году, особенно после недавнего дедлайна, у меня появилась такая команда. Просто есть некое предчувствие на ИТИ, и как вы поняли по названию и обложке этого ролика, это команда Carolina Hurricanes. Команда, в которой собрались просто невероятные траки, половина основы проводит свой лучший сезон, вратарская бригада начала обретать некую уверенность, достаточно молодой, если так можно выразиться, свежий тренер, и главное, точечные и интересные подписания в трансферное окно. Давайте вместе разберемся, какие действительно есть перспективы у Carolina на Кубок Стэнли, за счет чего это может случиться, а что наоборот может помешать. Вы на канале, где моя клюшка-чувак, подписывайтесь на него в ютубе, и обязательно ставьте лайк на этот ролик, это очень поможет развитию канала и продвижению контента, спасибо. Также кратко скажу про телекрам-канал, который мы сейчас начали активно вести, там публикуем свои краткие заметки, мысли, идеи для роликов, на него тоже попрошу подписаться, ссылка в описании видео. А теперь мы начинаем. Предлагаю для начала вспомнить, какие были проблемы летом, как Carolina с ними справилась и как начала уже текущий сезон. В прошлом году Carolina заняла второе место в регулярке, ей попалась довольно легкая сетка, но и без этого она бы прошла далеко, там Айлендерс и Дэвилс были, вследствие чего удалось дойти аж до полуфинала. Но там их ждала бешеная Флорида Сергея Бобровского, которая просто катком прошлась по ураганщикам и не оставила даже мокрого места. На этот раз камнем претензивания для команды из роли стали травмы ведущих игроков, включая Андрея Свечникова. Летом парни сделали выводы, чтобы войти в сезон одним из главных фаворитов на кубок Стэнли. В первую очередь ураганы занялись укреплением обороны, из Бостона пришел Дмитрий Орлов, а из Филадельфии Энтони Дианджело. В сезон Carolina залетела не сразу, были небольшие просадки, в итоге ураганы сейчас на четвертом месте Востока и всего в пяти очках до бешеного Бостона. Видно, что команда по ходу сезона разогналась и сейчас вышла на свои пиковые скорости, достаточно взглянуть на таблицу за последние 30 матчей. Можно отследить форму команды. Carolina на Востоке уже первая. Теперь пробежимся по подробной следительнике Харрикенс. Carolina седьмая команда по заброшенным шайбам, четвертая по пропущенным, ну с конца естественно. Меньше пропускает только Лос-Анджелес, Флорида и Виннипек. Также они и четвертые по реализации большинства, очень мощный процент, больше 26. А в меньшинстве, круче ураганщиков, только Лос-Анджелес. В итоге в сумме по работе обеих специалистов гад можно сопоставить, что Carolina первая. Теперь пробежимся по игрокам. Самый проблемный вопрос, а скорее даже единственный из таких проблемных, который может быть в Carolina, это вратарская линия. Поэтому подробнее постараемся разобраться, так ли все плохо. По началу сезона казалось, что в основе вообще хотят наиграть 34-летнюю Ранту, но в сравнении с прошлым сезоном он что-то сильно просел, затем сломался, а после восстановления очнулся в Чикаго. Вдобавок еще и в Ахейловском. После этого безоговорочно первым номером должен был стать наш Петя Кочетков, но из последних 16 матчей сыграл он лишь 8. Приходилось делить створ ворот с еще одним мужиком предпенсионного возраста по спортивным вратарским меркам, естественно. На этот раз это Фредерик Андерсон. Ну, в этом Петя может винить только себя. Хороший матч сменяется чем-то невнятным, хотя не буду врать, в последних матчах он смотрится поувереннее, видимо. Как раз казалось, так конкуренция, это чисто психология. Цифры на самом деле у Кочеткова хорошие. Точно выше, чем у большинства вратарей Энхелл, но в ПО будет немного страшно, лично мне. А теперь поговорим об Андерсоне. У Фредерико в начале сезона были проблемы со свертыванием крови, в связи с чем он пропустил половину сезона. Зато после восстановления с двух ног ворвался в рамку ворот Каролины и, как я уже сказал, играет с Кочетковым стабильно поровну. На самом деле, ничего удивительного, когда Андерсон не сломан, когда его не мучили травмой, он проводил хорошие сезоны. Вот даже достаточно вспомнить сезон, когда он в Каролине играл в 21-22. Его вообще можно было назвать одним из, там, трех-четырех лучших вратарей всей лиги. Теперь перейдем в защиту. Тут много про некоторых стоит отметить. Это Прент Бернс, просто машина, 68 матчей, 36 очков в 39 лет. Еще и плюс 16 по показателю полезности. Энтони Д'Анджело не оправдал ожиданий. У него по статистике 27 игр, 10 очков и показатель полезности минус 7. Дальше Дмитрий Орлов стабилен, как обычно, 68 игр, 24 очка, показатель полезности плюс 5. Но нельзя не сказать про Джейкоба Славина. У него также 68 игр, но 27 очков. Еще и показатель полезности плюс 13. А лучший бомбардир защитник вообще Брейдис Джейкоба Славина. Он также не пропустил ни одной игры, набрал 37 очков при показателе полезности плюс 15. Круто, что все защитники уже зрелые, довольно опытные, средний возраст их около 30 лет. Если смотреть по основной семерке заявки. И перемещаемся к нападению. Тут меньше каких-либо удивлений, поэтому чуть более кратко пройдемся. Уже вечный лидер Каролины, Тревяйнин, Ахас, Вечников, Нечис. Это все понятно. Парни 100% сделают результат в плей-офф, если, конечно, никто из них не сломается, как обычно это бывает. А подробнее лучше остановимся на 22-летнем сете Джарвиса. Совсем молодой парень проводит свой лучший сезон. Сет был выбран Каролины под 13 номером в первом раунде Трафта 2020 года. Он проводит уже третий сезон в составе ураганчиков. И в этом году как раз раскрылся по-настоящему, хотя и предыдущие сезоны были достаточно солидные. Он проводит на площадке по 20 минут, хотя играет в основном в третьем звене. Показатели отличные. 68 игр, 23 гола, 30 передач и показатель полезности плюс 9. А теперь поговорим о двух прибывших звездных напах. Джей Генцелл. Давайте просто вспомним, кто это такой. У него 466 очков в активе, 219 шайб, 247 передач. И это только в регулярном чемпионате. Плюсом в плей-офф он сыграл 58 матчей и набрал 58 очков. А в том числе помог им Винам выиграть кубок Стэнли в 2017 году. Дальше у нас Евгений Кузнецов. Всем про него все знаем. Про него можно сказать то же самое, что и про Джейка. Но очков у него 572 вообще в регулярке и в плей-офф 67. И также он выиграл кубок для... только уже для Вашингтона. Они сразу хорошо влились в команду. У Кузи 6 матчей, 4 очка. У Генцела 4 матчей, 5 очков. Ох, как такие опытные бойцы Каролине помогут, я уже предвкушаю. И напоследок я зашел глянуть, какие коэффициенты предлагают букмейкеры. На Каролину КФ9, на победу в кубке Стэнли. И на мое удивление, честно, это не первое место. Флорида и Эдмонтон расположились выше. Вот это, честно, удивительно и странно. Какие прогнозы, итоги, ожидания. Все будет круто, если никто не сломается кубок в кармане. Понятно, что на фил максимально непредсказуемо и все такое. Да, изране говорить честно не хочется, но... Я скажу, я уже сказал. У Каролины есть все, чтобы забрать кубок уже в этом сезоне. Все-таки мы пришли к тому, что тандем вратарей нормальный, хороший. Если Андерсон, конечно, не сломается. Дальше у нас одна из самых сильных линий нападения, где три мощных звена, крутая результативная атака и в то же время надежная защита. Балансная и опытная. Единственное, что может не хватить скорости. Именно в оборонительном плане. Лучшие спецбригады по игре в неравных составах, крутой молодой тренер, почти все лидеры выходят на пик своей формы. Они в том возрасте, в котором как раз и выигрываются кубки Стэнли. Плюс уже парни, которые брали кубок Стэнли и в составе. Давайте, парни, заряжаемся, верю в Каролину, ведь свой последний кубок они брали в далеком 2006 году. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на Телеграм и Ютуб, ну и поставить лайк на это видео. Все больше, как я. Ну это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.